Мультфильм «Как приручить дракона» никогда не занимал особого места в моём сердце. Я воспринимал его как что-то нормальное, но не более, поэтому, когда я сел разбирать этот мульт, ничего такого от него не ожидал. Однако в процессе пересмотра, я стал видеть тут то, что раньше никогда не замечал. В итоге, это вылилось в 10 страниц заметок и в это видео. Про что, по-вашему, «Как приручить дракона»? Про поиск своего места в жизни? Про отношения отцов и детей? Про любовь и прощание? Да, разумеется. Но, мне кажется, я смог увидеть в нём ещё кое-что крайне интересное. Возможно, это было сделано намеренно, либо неосознанно, либо СПГС сыгрался на злую шутку. Как мне представляется, эта трилогия масштабна, глобальна и, что самое интересное, максимально актуальна. Давайте по порядку. В первой части мультфильма у нас есть две стороны – драконы и люди. Они сражаются друг с другом. Жители Олха убеждены в том, что драконы являются врагами. Соответственно, их нужно истребить, либо выгнать с ближе находящихся земель. В их обществе не ведётся диалог относительно этого вопроса. Убийство драконов – это что-то априорное. Поэтому все просто выполняют свою работу. Более того, убить дракона для них – это круто. На момент первой части нет никакой альтернативной позиции, кроме вышеуказанной. Сторону людей подпитывает вождь Стоик, а сторону драконов – большой дракон, которого в фандоме называют Красной Смертью. Два сообщества целиком и полностью крутятся вокруг этих двух персонажей. У Стоика есть своё видение ситуации, своя идея. Он жаждет разрушить гнездо – главное место обитания его врагов, тем самым спровоцировав их убраться куда подальше. Если посмотреть внимательно, то жители Олуха не особо мечтают лезть в это гнездо. Им более-менее нормальное и так. У драконов похожее положение. Они не хотят нападать на людей, а делают это лишь потому, что главный дракон заставляет их таким образом поступать. Я предлагаю смотреть на драконов у людей, как на метафору двух народов. Тут сразу прослеживается два разных подхода к контролированию своего народа. Красная Смерть делает это через страх, а Стоик – через ложную идеологию, заблуждение, в которое он верит. Примечательно, что и те, и другие слепо идут за своим вожаком. Некоторые из них могут высказывать недовольство, но в целом продолжают идти за лидером. Более того, если мы переместимся немного дальше, во вторую часть трилогии, то увидим развитие этой мысли. В сиквеле драконы слепо переходят от одной стороны к другой. Сначала они с Великим Смутьяном, вот этим большим драконом, потом с Драго, а после с Беззубиком. Они болтаются туда-сюда за разными вожаками, за теми, у кого есть контроль над их разумом. В реальности происходит примерно так же. Тот, кто владеет информацией и умеет ее анализировать, способен понять, когда им управляют. Один из лучших способов получать эту самую информацию – это, конечно, книги. Однако бумажную книгу читать не всегда удобно, а чтение со смартфона начинает болеть глаза и может испортиться зрение. Но есть отличное решение для комфортного чтения в любых условиях. Ридер Onyx Books Faust 5. Главной особенностью этой модели является экран, сделанный по технологии электронная бумага. Дисплей имеет размер 6 дюймов и читать с него так же комфортно, как со страниц обычной книги с качественной полиграфией. Электронная бумага практически не засвечивается и не бликует при ярком свете. А встроенная подсветка без мерцания позволяет с комфортом читать в условиях плохого освещения. Книга имеет простое сенсорное управление, позволяющее с удобством листать страницы, масштабировать их и работать с настройками устройства. При чтении можно адаптировать под себя внешний вид текста, выбрать шрифт, его размер, интервалы и многое другое. Ридер имеет 16 гигабайт встроенной памяти и слот для карт microSD, который позволяет хранить тысячи любимых произведений. Встроенный модуль Wi-Fi позволит скачивать книги из интернета прямо на устройство или использовать различные сетевые сервисы, как Litres, например. Помимо обычного чтения, можно прослушивать аудиокниги или использовать функцию озвучивания текста. В комплекте с Faust 5 поставляется стильная защитная обложка, которая позволит не беспокоиться за сохранность экрана при транспортировке. Благодаря невысокому потреблению энергии, книга может проработать на одной зарядке до 4 недель. Ссылка на ридер в описании. Теперь давайте назад к первой части. Люди тоже не мыслить самостоятельно и тотально доверяют вождю. Примерно тут на сцену выходит Икинг. Изначально он мыслит так же, как и все, что приводит к тому, что он сбивает ночную фурию и находится на грани того, чтобы убить ее. Но в последний момент от этого отказывается. Важно понимать, что решение Икинга является практически невероятным. Ведь он всю жизнь находился в окружении людей, которые говорили, что нужно убивать драконов. В его мире даже не существовало концепции того, что это может быть неправдой. Икинг не убивает ночную фурию во многом из-за того, что ему на внутреннем уровне это чуждо. Но, возможно, еще и потому, что во время его встречи с Беззубиком он находился один, без лишних глаз и ментального давления толпы. Как писал французский соцпсихолог и социолог Гюстав Лебан, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, быть может, был бы культурным человеком. В толпе это варвар, то есть существо инстинктивное. Икинг находится вдали от всех, внешней толпы рядом нет, но она может быть и внутри, например, в виде идеи. В самый же важный момент Икинг отходит от толпы и начинает мыслить сам. Решение отпустить Беззубика является крайне опрометчивым, потому что ночная фурия могла убить Икинга без раздумий. Ему, по сути, повезло. Чаще всего первооткрыватели это крайне любопытные и несколько безумные люди. Но из-за этого же любопытства, большая часть таких людей умирает, так и не став первооткрывателями. Икинг и Беззубик оба представителя своего народа слэш вида. Их заставили поверить, что они враги. Но когда они встретились один на один, то оказалось, что им и не за что сражаться. Как сказал сам Икинг... Не захотел, потому что он был напуган так же, как я. Я смотрел на него и видел самого себя. Как приручить дракона? Во многом про то, как понять того, кто максимально на тебя не похож. Как писалось в известной книге, любите врагов ваших, благословяйте проклинающих вас. Думаю, это имеет право на существование. Так как запросто может оказаться, что вы очень даже похожи со своим врагом. Стоит понимать, что в мире мультфильма, это не просто какая-то идейная вражда между двумя видами слэш-народами. Это реальная война. И те, и те умирают. В середине первой части, Стойк возвращается с похода, потеряв дюжину людей. А в этом диалоге и вовсе приводятся цифры потерь. Они убивают нас сотнями! А мы их тысячами, пап! В этом аспекте, как мне кажется, мультфильм не выжил из истории максимум. Во-первых, слава была раскрыта в страданиях жителей Олуха. Смерть – это не шутка. Во-вторых, у Викинга не было сильной личной причины ненавидеть драконов. Только во второй части мы узнаем, что главный герой думал, что его маму убили драконы. Я не понимаю, почему этому не уделили внимания в первой части. Это могло бы быть идеальным основанием для создания сильнейшего драматического конфликта. Мультфильм бы от этого только выиграл, но ладно, давайте дальше. Икинг и Беззубик – это те, кто решил мыслить самостоятельно и зависеть от идеи вождей. При этом, они не становятся друзьями сразу же, они используют друг друга. Икинг – просто для своего интереса, а Беззубик – для того, чтобы он смог вновь летать. Взаимовыгода вместо войны – то, к чему, видимо, стоит стремиться. Жители Олуха не единожды говорили что-то наподобие «ты либо с сынами, либо против нас». Другого для них не существовало. Скоро нам воевать вместо наших отцов. Выбирай, на чьей ты стороне. Ты связал свою судьбу с ними. Ты не викинг. Ты мне не сын. Как видно, эта мысль настолько основательно засела в их головах, что они буквально готовы отречься от своих самых близких людей из-за их связей с, как они считают, воргами. Хорошо, главные герои знают правду, но как они объяснят это своему народу? Во всех частях Икинг пытался переубедить людей словом, объяснять, почему драконы неплохие. Так было с Астрит, с отцом Икинга, с Эритом, сыном Эрита. И каждый раз это ничего не меняло. Слова не оказывали никакого влияния. Лишь когда персонажи видели все своими глазами, тогда их мышление менялось. Астрит поняла, что драконы неплохие, когда Беззубик показал ей, что понимает ее и готов ей содействовать. Стоик понял это, когда увидел, что драконы помогают им победить Красную Смерть, а Эрит, когда его спас дракон Астрит. Теперь давайте вернемся к вождям. Стоик не знает меры и ведет своих людей на явную гибель, даже пусть и во имя благой цели. Кстати, если вспомнить, то у Драго тоже была благая цель. Он хотел освободить всех людей от драконов. Точнее, он говорил, что хотел так сделать. Дал обед покончить с тирани драконов и освободить от этой напасти людей. Потом он же этих людей и убивал. Стоик из первой части и Драго олицетворение плохих правителей. С Красной Смертью кое-какая параллель даже еще интереснее. Он Левиафан, государство, которое выжимает все из своего народа. Драконы работают на него, скажем так, платят налоги, и он эти налоги безвозмездно сжирает. С некоторыми альфа-драконами ситуация обратная. Великий Смутьян, например, помогает своему народу и охраняет его. Это пример хорошего государства. Конфликт драконов у людей немного однобокий. Ведь драконы не спорят с людьми, не мстят им за то, что те убили их родных и так далее. В реальном мире все сложнее, но все равно трилогия время от времени усиливает глубину конфликта. Например, через Драго, который не смог просить драконов за то, что они убили его семью и, в частности, ребенка. Или через кульминацию первой части. Не все драконы хорошие, и кто-то должен понести ответственность за смерти. Тут ее понесла Красная Смерть. По факту тот, кто был ядром проблемы. А Икинг символически воплотился своей ногой за то, что его народ зашел слишком далеко. Трилогия «Как приручить дракона» хороша тем, что все ее части неплохо взаимосвязаны и, по сути, продолжают и раскрывают идеи, которые были подняты в предыдущих частях. В сиквеле Икинг пристает перед нами неким глобалистом. Он немного времени проводит своим народом и, по большей части, исследует мир. И хочет, чтобы все жили дружно. Его главная идея на начало второй части – то, что всех людей можно изменить. Что можно всем объяснить, что драконов убивать не надо. Давай вернемся на тот остров, последуем за охотниками к Драго и спокойно потолкуем. Нет. Я заставлю его изменить свое мнение о драконах. Ты тут никого не сможешь убедить. А я попробую. Его отец и мать утверждают, что есть люди, которые не меняются. Но юный максималист в это не верит. Уговорим Драго вместе. Что? Никаких разговоров с Драго. Наш долг – защитить свой дом. Если переходить к сути, то Драго действительно не смог измениться. И Икинг вместе с союзниками убил его. Однако, например, Эрит, сын Эрита, смог поменять свое видение мира и принял драконов. Есть люди, которые заблуждены настолько, что их, видимо, нельзя переубедить. Это утверждение, которое делает вторая часть, как мне кажется. В этом же сиквеле Икинг встречает свою мать, которая последние 20 лет жила с драконами. Видно, что она отдалилась от своего народа. В сущности, Валка стала вынужденным мигрантом. Она интегрировалась в местную культуру, но потерял связь с родной культурой. И стала думать лишь о своем новом народе – драконах. Она даже стала вести себя как дракон. Икинг, вот что такое быть из племени драконов. Мы с тобой построим новый мир для драконов. Икинг частично разделял ее взгляды. Но он хотел изучить все, каждую культуру и каждый народ. В этой части его поставили в дилеммную позицию. Ему противостоял дракон, человек, чьи моральные ориентиры пошатнулись настолько, что его либо крайне сложно, либо невозможно было изменить. Икинг хотел быть везде и со всеми, жить в спокойствии и согласии. Но оказалось, что реальный мир не такой. Беззубик убил его отца, находясь под влиянием Альфы, которую контролировал дракон. Супер развития этого мы не увидели. Но вместо того, чтобы отомстить буквально тому, кто физически убил его отца, Икинг отомстил тому, кто повлиял на разум того, кто физически убил его отца. Икинг из-за личной трагедии изменил своим принципом, убив дракон. Таким образом, он сделал выбор в пользу своего народа. Из глобализма, космополитизма, он перешел, грубо говоря, легкому национализму или патриотизму. Подразумевая под этим то, что он начал ставить свой народ на первый план и перестал пытаться добиться мира во всем мире. Частично, Икинг стал похожим на своего отца из первой части. Он принял тот факт, что бывают случаи, когда ты не можешь понять того, кто максимально на тебя не похож. Либо же просто не хочешь его понять. В конце второй части, Икинг становится вождем своего народа, а Безубик – своего. При этом Икинг все равно имеет большее влияние на фурию. То есть у драконов нет полной автономии. По факту, жители Олуха используют драконов для своих целей. Например, как оружие или транспортное средство. В третьей части, именно эта идея и развивается. В ней Олух сталкивается с перенаселением. Мигрантов стало слишком много, теперь нужно что-то придумывать. Из-за внешней угрозы, Икинг, как вождь своего народа, переселяет его в другое место. Ведь главное – люди, а не кусок земли. В сути, Икинг во многом такой же, как и все вожди до этого. Его видение мира вредит людям. Ведь из-за жизни с большим количеством драконов, жителей Олуха теперь куда легче выследить. И драконы нечаянно разрушают здание. Мы, как зрители, одобряем Икинга. Потому что создатели обосновывают его решение. Плюс, мы привязались к нему эмоционально. Во всяком случае, больше, чем к другим вождям. Народ все равно слепо верит своему лидеру и не может мыслить самостоятельно. Вождь – это даже не всегда правитель, а скорее тот, кто влияет на мнение людей. И может быть, кто угодно. Тот же Гюстав Лебан, цитата про толпу которого я сегодня использовал, в сути частично и сам стал вождем, заставивший определенную толпу поверить в свои заблуждения. Это преследует нас повсюду. Любой человек, который вещает на аудиторию, имеет определенную власть над мнением людей. Народ чаще всего этого не замечает и считает, что думает самостоятельно. Люди прыгают от одного вождя к другому, думая, что наконец нашли правильного лидера. Это просто природа человека. Людям легче, чтобы им преподнесли какую-то идеологию на блюдечке и они сделали ее своей. В третьей части Икинг понимает, что он как представитель своего народа сделал другой народ зависимым от него и мешал его развитию. Мешал ему идти своим путем. Гриммель тут, как злодей, олицетворяет шовинизм и нацизм. Ведь он считает, что драконов нужно уничтожать, потому что люди – доминирующая раса или вид. В Гриммеле Икинг, скорее всего, увидел себя. Вековая история доказала мы высшие существа. В третьей части доминирующая культура поглотила менее влиятельную, но вовремя поняла это и отпустила ее развиваться самостоятельно. Лети, Безубик. Лети. Как приручить дракона – это огромная вселенная с детально проработанным миром, где существует огромное пространство для интерпретаций. Раньше эта трилогия казалась мне достаточно плоской и однобокой, но проведя так называемое обезличивание, я вычленил то, о чем сегодня говорил. Это не значит, что эта трилогия объективна обо всем, что было сказано в этом ролике. Это мое видение этой франшизы. И мне кажется, что она имеет право на существование. Мне могут писать комментарии вроде «Реальная жизнь – это тебе не мультики». Да, реальная жизнь – это не мультики. В реальной жизни люди в большинстве своем не способны действительно осознать и начать применять то, что говорят эти мультики. В реальной жизни люди меняются с огромным трудом. В реальной жизни людям нужно повторять одно и то же множество раз, и все равно они могут этого не понять и будут оставаться такими, какими они и были. Реальность действительно гораздо сложнее, однако это не отменяет базовых вещей, на мысли о которых эти самые мультики и могут навести. Если вы хотите поддержать меня и мой канал, то ссылки на донат, бусте и патреон в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok